Девушки отдыхают Прорыв, большой прорыв Представьте себе телефонный столб Вот размер этой штуковины Сможет ли воздушный винт Наконец взлететь спустя 500 лет Работает, осталось воздух поднять Или же машина мечты да Винчи Рухнет на землю Отпустишь? Нет, это вклинивается сюда Вперед, парни Леонардо да Винчи Человек эпохи Возрождения Повелитель науки Мастер искусства Бог военного дела Его революционные агрегаты Были несравненно в разрушительной мощи Самое современное оружие на тот момент Но ни одного доказательства Что оно когда-либо было построено Мы собрали команду из четырех инженеров Они проведут испытания Конструкции 15 века Используя материалы той эпохи Аппараты да Винчи Что скажете? Что на этот раз? Посмотрим Привет, доктор Привет, Флэш Привет, парни Как дела? Док у нас новый член команды Его зовут Терри Он теперь вместо Йоргена Рад знакомству Добро пожаловать на борт Чувствую, что работенка будет не из простых Кажется, некоторые из этих чертежей Уже раньше видел Ты даже не представляешь Я специалист съемки и спецэффектов Время от времени Я занимаюсь этим уже 20 лет И я специализируюсь на аниматронике И робототехнике Я могу посмотреть на вещи И сделать так, чтобы она заработала Я надеюсь, что смогу заставить проект да Винчи Работать Что приготовил на этот раз, док? Ни с чем не сравнимую славу да Винчи Принесла его невероятная фантазия Его мечта о полете Вы воссоздадите один из его гелиокоптеров Круто! Да ну! Это, кажется, вспотел даже Сперва я покажу вам, как он выглядит Он нарисовал это в середине 80-х годов 15 века Когда доктор Пивзнер показал нам воздушный винда Винчи И обалдел Этот парень думал на столетие опережая своих современников Основание слишком тяжелое Думаешь? Ну, а ты видел, чтоб это летало? Так что мы и делаем, док? Первое Давайте просто полюбуемся Это один из величайших рисунков истории Человек в конце 15 века придумал вертолет И, как сказал Флэш, он был слишком тяжелым Вертолет армии США Блэк Хоук весит 12 тонн Но летает вполне сносно Да-да, конечно Он испробовал множество идей Нам известно, что в итоге ни одна не работала Но в 1893 году кто-то решил издать работу Леонардо по полету в этой книге Она большая Величайшее имя в истории вертолетов Это Игорь Сикорский Он родился в 1870-х И его мама показала ему рисунки Леонардо Что его вдохновило Свои первые вертолеты он построил в 10-е, 20-е годы 20 века Странно, что Леонардо не добился успеха Но его воображение так сильно воздействовало на людей Они добивались успеха Док, перед нами набросок да Винчи А есть какие-либо пояснения, например, о примерных размерах или используемых материалах? Конечно После рисунка множества надписей я могу перевести их на английский Покрытие винта железная толщиной с нить Высота 8 локтей, то есть примерно 5 метров Это довольно много Вам понятно? Так, док, давай проясним ситуацию Что конкретно нам предстоит? Сделать большую модель или реально заставить эту штуку работать? Прошу вопрос Я бы хотел, чтобы это работало У вас есть изобретательность, есть талант Что бы вы сделали, чтобы модель с этого рисунка действительно заработала? А можно алюминий использовать? Дороговато получится Ладно, давайте, используйте Ладно, современные материалы можно, а что насчет некоего мотора? Я просто уверен, что мы вчетвером не разовьем нужную скорость, чтобы поднять это в воздух Может понадобиться отдельный источник энергии Нет, а все суть в том, чтобы взять у идеи развития Я разрешаю вам взять мотор для вращения винта Ведь у Леонардо просто не было такой возможности Так если мы поднимем эту штуку в воздух на 2 метра, ты будешь доволен? Я буду доволен Вы словно сами встретитесь до Винчи Это как путешествие во времени Вы будто скажете ему Эй, отличная идея, но что бы сработало? Давай возьмем вот эти материалы Грубо говоря, у нас полная свобода действий, чтобы поднять эту штуку в воздух Разве что, кроме современных вертолетов Доктор Пивзнер дал нам то, что побуждало людей творить Что здорово Насколько наш результат будет отличаться от того, что делал до Винчи Чтобы удалось поднять аппарат в воздух Не имеет смысла менять его настолько, чтобы превратить вертолет Парни, послушайте Вам следует помнить, что Леонардо относился к проектированию со страстью Это вы же, я хочу от вас Идите и сделайте это Мы сделаем это, Док Ты будешь гордиться, я знаю Вперед, ребятишки До скорого, Док Спасибо, пока Показаться не желаешь? Сложная задача Да, большая, безумная, как всегда Если мы будем придерживаться задумки Возьмем это за основу и проведем некоторые расчеты Один момент Все согласны, что нужно стараться минимально изменять оригинальную конструкцию То, как он был сделан Чистый до Винчи Просто привнесем несколько доработок, чтобы поднять аппарат в воздух Попробуем, попробуем Тогда я начну, пожалуй, с набросков Мечты до Винчи Удачи Здорово, парни Наслаждайся Доктор Пивзнер показал на воздушной винда Винчи Я не слишком опытен в летательных аппаратах И мне придется обратиться к специалисту для консультации Я думаю, ноль, особенно в этой точке Эй, что у вас там? Хуан, так? Да Приятно познакомиться Я Вэлл, это Терри Взаимно, спасибо, что позвали Это Хуан Он наш приглашенный, эксперт по сверхлегким дельтапланам Он их собирает, летает на них, в общем, разбирается Чем могу помочь? Стоит воздушный винда Винчи И нам нужно заставить его хотя бы оторваться от земли Символически Этому чертежу уже 400 лет Почему он не работает? Почему еще никто не сделал такого, что мы можем сделать? Чтобы он заработал Может, стоит изменить аэродинамику? Знаете, мне довелось изучать аппараты Да Винчи Это конструкция спирального винта, геликона Она очень малоэффективна И я буду удивлен, если она создаст хоть какую-то подъемную силу А нам нужно поднять его на 2 метра, а потом пусть падает Но внешне должно выглядеть так же Насколько сможем Мне нужно проанализировать, как устроен винт, как он обеспечивает тягу Конечно До начала работ мне нужно собрать модель И посмотреть, какова подъемная сила и насколько устойчивым будет аппарат Потому что, насколько мне известно, никто раньше не пытался воссоздать эту машину Мне это очень нравится О, для чего мы тут все и собрались Леонардо взял идею подъемной силы птиц Они бьют крыльями туда-сюда, чтобы взлететь, но это не так И если бы птица так делала, то она бы тряслась на месте Суть в крыле В том, чтобы поверхность была не плоская, а выгнутой для создания отрицательного давления И когда сила взимаха достаточная, то она уже не может удержаться на земле Излетает Просто повращав это руками, можно почувствовать, как воздух идет вниз То есть, некая тяга все же есть А значит, можно надеяться Что теперь требуется от меня на данном этапе? Чертежи с измерениями Ясно Для трубы, которая под центру Наша основа, чтобы их можно было выгибать И пока можете начать собирать секции, мачту, поперечные балки и тросовые крепления Потом мы натянем парус Сложно посчитать, какую подъемную силу обеспечит нам этот винт Здесь нет аэродинамики Он скорее разгоняет воздух вокруг себя Здесь около пяти квадратных метров парусины Да, всего пять метров при весьма неудачной конструкции Вес всей конструкции не должен превышать 150 килограммов ящика Это вполне выполнимо Согласен Значит, новое снятие, можно раздобыть материал Он все время на телефоне сидит идеальный секретарь Далее Далее Флэш и Билл режут авиационный алюминий Да Но все летит в пропасть, когда цифры не сходятся Придется резать все снова Аппараты да Винчи Доктор Пивзнер показал нам воздушный винда Винчи Основная идея, нам нужно сделать эту штуку как можно легче Поэтому вместо полностью деревянного каркаса Мы соберем его из алюминия Потом ставим деревянные элементы Максимальная легкость Мы пришли к исходной конструкции да Винчи 540-градусный винт создает подъемную силу Шанс поднять аппарат в воздух довольно высок Сегодня привезли алюминий У нас несколько балок для пола, которые мы нарежем для каркаса пола И из нескольких мы соберем основной каркас Это наша мачта, вокруг нее несколько скоб для крепления секции винта Это держатели для лопасти винта Когда мы посадим их на скобы на мачте Вот так Мы приварим скобы к мачте И готово Мы выбрали алюминий в основном потому, что его просто обрабатывают В нем просто сверлить отверстия Например, в таком же куске стали отверстие можно сверлить почти 5 часов И да, это проблема Ведь мы используем материалы, которых тогда не было Кроме того, придется проводить точные измерения Ведь если мы хотим оторвать эту штуку от земли Придется соблюсти все размеры Это квадратный прокат, который мы положим в основу Другими словами, хоть у нас оно и круглое, отверстие внутри квадратное Это будет сделано из пенополистюр Четыре куска Двадцать два и три четверти Не порежься, Флэш Вот засранец Перепроверь Тачку Посмотри, да Что бы нам ни делать Супер Отлично Алюминий в сравнении с деревом имеет кучу преимуществ Он легче Его можно легко гнуть, легко распилить там, где нужно Супер Он не так трудно держать, и пока все идет по плану Все верно Сейчас на полу мы расчертим радиус 4 метра для основания вертолета Итак, сначала идет алюминий, потом покрывает пенополистирол Чем мы просверлим алюминий в паре, чтобы он был еще легче Мы пытаемся облегчить его как можно больше Выглядит отлично Мне Терри оценки поставил, куда он делся? Всем пятерки Кроме тебя Я крутой, крутой, крутой А ты отличный студент Вы, парни, режьте металл с помощью рулетки, и я будто в параллельную вселенную попал Кто будет следующий? Ты Сто процентов Ладно, парень Вот что у меня тут Это наш винт, он разбит на сектора Похоже и на куски пирога Похоже на спицы в колесе Это все нужно нарезать по 95 сантиметров Понятно, мне понадобятся очки получше Я ничего не вижу Начинается отсюда, это 92,3 восьмых 96,3 восьмых Все увеличивается на 3,8 Понятно, понял? 92,3 четверти Убедись, что все верно Я тут пытаюсь сделать точные измерения Эта штука, друзья мои, называется рулетка Хочу убедиться, что все точно, чтобы не подвести парней Это денег стоит Итак Ясно Ясно Алюминий очень просто режется Супер Сейчас я начну проверять длину труб, потому что они должны быть 100, 375, а здесь помечено 100, 375, что меня пугает Я вытащил несколько штук, и на всех написано 100, 375, и я сверялся с планом, там нет ни одной балки с такой длиной Там указано 100, 3,8 Погоди, 100, и три четверти, кажется так Где у нас вообще такие? Я просто... Погоди Кинет, это, конечно Что-то мне нехорошо Да, меня чуть не вырвало Абсолютно серьезно Добро пожаловать в мой мир Я долго гадал, что там было не так, и вспомнил, что нарезкой занимались Билл и Флэш И будь я проклят, если они что-то напутали в цифрах, которые я им сказал Скорее всего, они не так поняли схемы, я думаю Вот тут 375, они, наверное, приняли за 75 Вот идет Флэш, эй, Флэш Флэш, как дела? Неплохо, а в чем проблема? Ири-ка сюда Не-не-не-не-не-не Что это у тебя тут за замеры? 92, и 3,8 92, и 3,8 А тут все по три четверти Не знаю, где он учел математику Может, она другая была в его детстве, не знаю В чем дело? Теперь ясно, теперь ясно Сейчас исправим Они нарезали их чуть длиннее, совсем немного Но это к лучшему, мы можем их просто подправить А математика за последние сто лет не меняла случайно Джентльмены Что? Дайте я вас немного вдохновлю сегодня Давай Да Винчи и полеты Только не поранься Сейчас только одену очки Что-то задумал старый Он всегда нет мира силы Полетав хоть однажды Вы всегда будете ходить по земле, обратив взор к небу Вы там были И вы туда еще вернетесь Спасибо Ну, наконец-то, что-то в тему сказал Полетели Давайте его в небо отправим Первый раз что-то, относящееся к работе Неплохо Итак, начинаем собирать основание Мы сделаем его в форме пирога Все части будут стремиться к центру Сейчас я начну вырезать эти грани И расставлять их по месту Затем мы начнем резать пенополистирол Положив поверх него древянные заготовки Наконец-то Давайте точно по центру Сейчас мы ставим внутренние балки основания Потом начнем нарезать пенополистирол нужной формы Чтобы покрыть конструкцию Мы размечаем пенополистирол, который будем стелить на основание Режем пенополистирол Режем пенополистирол для укладки формы Потом мы накроем верх Надеюсь, что аэродинамика будет в порядке Отлично Мы начнем собирать подпорки для винта Они идут от основания агрегата к месту, где начинает закручиваться винт Поскольку нам нужно сделать машину максимально легкой То мы не будем использовать дерево Вместо него у нас алюминий пенопласт А сверху панели, чтобы выглядело под дерево Для этого мы проведем Небольшой эксперимент Посмотрим, что у нас получится Некоторые эпоксидные клеи разъедают пенопласт Тут у нас пятиминутный состав Если он не разъест пенопласт и приклеится Значит, будем клеить эпоксид Определенно приклеился, пойдет Порождем еще, но... Да, пожалуй, нарежь еще Понял Я пропиливаю канавку глубиной в сантиметр В два сантиметра шириной У него вставляется металл Все просто Не разъело? Нет Значит, конструкция хорошая Держи тогда У нас все получается, Флэш Пора мы зациклеим Потом приладим к основанию Будет здорово Вот нынешний клей Хуану на парус требуется еще два дня Я нарежу мачту, приложу все втулки к мачте И выставлю необходимые углы Когда парусина будет готова То нам нужно будет тут же взяться за дело Чтобы все закончили Самое главное расстояние, которое мне нужно соблюсти Это от основания до нижней втулки Так я помечу все, что будут делать Флэш и Билл снизу И то, чем буду заниматься я Я оборачиваю лист бумаги вокруг мачты Чтобы образовать ведущий край по всей окружности Это угольник для окружности Я могу вводить его по всей линии мачты И обводить окружности Всего 16 отметок Еще я сделаю отметку там, где поперечные балки для рукоят Сейчас я буду размещать их Потом у меня стоят крестики, где первая втулка Затем я поворачиваю мачту на 45 градусов И вставляю вторую втулку и так далее по спирали до верхушки Вот как получается В соответствии с чертежом Теперь нужно опробовать Далее Команда все ближе к поимке ветра Выглядит, что надо Но хватит ли им воздушного пространства Ты сейчас в фонарь впишешься Аппарат Эйда Винчи Сегодня мы будем выгибать трубу Которая образует периметры воздушного винта Леонардо да Винчи Дерек будет помогать мне гнуть секции Но сперва я намечу линию на полу Чтобы замерять диаметр разгибаемой фигуры Итак, посмотрим Толщина 3 сантиметра Толщина стенки 1,1 миллиметра Очень тонкая Жесткая Очень легкая Это итальянская гибочная машина Нижние ролики могут вращаться в обоих направлениях Средняя подсоединена к ножному гидравлическому поршню Который, собственно, и выгибает трубу Начнем понемногу Давай с 22, Дерек Если подать слишком большое давление То труба перегнется и раздастся звон Что будет означать, что структуру трубы нарушили Важно Не оставить перекручивание или зазубри Труба должна быть идеальной круглой Давай 32 Посмотрим, как пойдет Итак, 45, давай 50 Кажется, получается Кажется, все, Дерек Первая готова Еще 15 Сейчас я займусь сборкой платформы, на которой будет расположен винт Весь наш агрегат будет находиться на ней Эта мачта — это одна большая катковая опора У меня здесь очень гладкий пластик Настолько гладкий, что к нему нельзя ничего приклеить Мы вложим эти палки сюда, чтобы мачта была свободной Ее высота будет полтора метра Они будут вращаться, и когда высота будет набрана, то они просто выпадут, что нам и нужно Они должны быть свободными, чтобы мачта вращалась Кажется, у нас все в порядке Основная платформа уже почти готова Вэл принес гигантский подшипник, который сейчас монтирует, чтобы платформа вращалась Посмотрим Готов? Я начну разрабатывать парус для крыльев воздушного винта «Давинчи» и сделаю образец Материал, который я выбрал для этого, тот же, который я использую для дельтапланов и гладеров Это стопроцентная докроновая ткань, очень крепкая, чё она не пористая Леонардо тоже понимал, что нужна такая Тогда была лишь холстовая ткань, но на некоторых чертежах есть пометки, что её следует заменить Леонардо в своё время выжимал из материала всё Он много анализировал, какие материалы использовать Он предложил на крахмаленный холст, который не пропускает воздух Остальные материалы были очень тяжёлыми, очень сырыми по сравнению с современными Мастерия разработала конструкцию каркаса С соблюдением всех углов я пошёл дальше и сделал шаблон паруса Всего несколько слоёв клейкой ленты позволят мне резать точно по требуемым линиям Карандашом я намечаю линию, одна панель не будет отличаться от другой Вот так Первая панель готова Я могу переходить к другой секции, просто переложив шаблон Я использую двухстороннюю ленту, чтобы соединить части Теперь нужно их шить Я шью промышленную свиньем машинкой, зигзага в разными швами, которые намного крепче, чем прямые Нить здесь из стопроцентного нейлона Это своего рода искусство, и мне оно нравится Если я всё сделал верно, то парус как раз станет каркас Выглядит действительно хорошо Шаблон был подогнан очень точно парус именно там, где и должен быть В пределах каркаса Теперь ставим втулки Это отличное изобретение, я не удивлюсь, что нечто подобное было и во времена да Винчи Наверняка делали некие формы для отверстий в ткани, чтобы она не рвалась Теперь мне предстоит доделать ещё 11 крыльев Потом отнести их к Терри и начать сборку Это верхушка пусковой платформы Вэлл так делает каркас, который мы наложим сверху Теперь просто покрасим, и никто не заметит разницы Теперь основание собрано, и пора укладывать фанерный лист Мы уложили фанеру, все детали уже приварены, и это то, что нам Наверное, даже лучше, чем идеально Теперь нужно разместить роликовые подшипники Теперь тут повсюду подшипники Такие ролики были даже на рисунках да Винчи А ролики, которые поднищем, они невероятно гладко идут Я очень доволен результатом Давайте поставим мачту и посмотрим, что будет Мы в целом готовы к установке мачты Это самая тяжёлая часть сборки Сложнее мы ещё не делали, она ведь 10 метров в длину Раз, два, три Ещё там очень тонкие стенки, и если мы ударим мачту, то можем запросто её повредить Если это произойдёт, то придётся всё начинать заново Кто-нибудь встаньте сюда и держите Сегодня было немного странно Мы поднимали мачту и ставили её на поворотную платформу Похоже на популярную позу Да, имаджима Имаджима Она оказалась в два раза тяжелее, чем я хотел после навешивания всех вкулок, балок и тросов Довольно неуклюжая махина Хватай, Вэл, хватай Я с тобой поднимусь Очень важно поставить мачту строго вертикально к пусковой платформе Поднимай У нас была шаткая установка Такой лифт с платформы и торчала деревянная балка, разные тросы А мы стали пытались потрясти мачту, чтобы она села вниз Очень сложно Сейчас фонарь ударите Сколько ещё поднимать? Уже близко Стенки трубы очень тонкие Если мы ударим стойку, то у нас большой шанс повредить Пойдёт? Да Держите, опускайте Всем внимание, следите за пальцами Мы сейчас будем опускать Теперь аккуратно, как только возможно, опускать эту штуку Осторожно Слишком быстро опускается Пошла Ты будешь отпускать? Нет, черт возьми Не буду говорить обо всех этих подшипниках, которые мешали нам поставить мачту на место Пошла Да, хорошо, хорошо Когда мы подняли её на лифте, она начала соскальзывать, и я слышал, как кричал Билл, как я кричал Флэш И тут мы отпустили её Бум, она встала прямо на своё место Давай-давай-давай, руки скользят Расскальзываю Готово? Мы опустили лифт, и кажется, что всё получилось как нам Уже были готовы закреплять её основательно Давайте ставим четыре подпорки Ставим опорные балки и прикрепляем их к мачте Вот это здорово Мы всё затянули, поставили подпорки, и уже стало похоже на винт Работы ещё было много, но все наши труды начали вливаться в некий результат Аппарат стал обретать форму Выглядит что надо Когда приладили рукоятки, всё встало на свои места, мы решили прокрутить её аппарат пару раз Ну что, готов? Да, вот оно Работает, так и лучше Будешь вместо спортзала на ней работать, я был бы рад Мы сделали основу Мы добились того, чтобы мачта вращалась мягко и без проблем Отлично Хорошая работа, я очень довольный результатом, очень доволен Давайте ставить лопасти и посмотрим, что получится Это ещё одна ситуация, когда мы начали ставить лопасти Когда я начал чувствовать, будто мы упускаем что-то Ну, я не знал, что Завтра утром в девять мы начнём вешать лопасти, это последний этап сборки Отличное завершение, отличного дня Прошу поработали, всем спасибо Теперь осталось только в воздух подняться Хорошая работа, Билл, всем ладцем Сегодня Хуэн привёз лопасти для воздушного винта Попробую поворачивать, тяга чувствуется Конечно чувствуется, ты ещё угол увеличь Да, другое дело, у меня голова уже кружится Мы закончили обшивать каркасы материалом, сейчас мы установим их на мачту Весь винт сейчас будет обретать свою форму Это большой прогресс Первый пошёл Очень мало людей в истории размышляли о полёте на уровне Леонардо И если бы у него получилось, то он полетел бы на 400 лет раньше остального человечества Сборка проходила просто Был немного неудобно поднимать лопасти на подъёмнике и устанавливать на мачту Но в общем было довольно просто Второй сборкой проходит спешкой, словно под дулом пистолета Но было весело Я уверен, что когда Дог Пивзнер придёт, он будет поражён Это прекрасный аппарат, возможно, самый изящный из тех, что мы собирали Только вот полетит ли он? Пока не знаем Ожидание меня убивает Знаю, знаю Привет, Дог, что скажешь? Всякий раз, когда я вижу это на бумаге, я себе его таким вот представляю Он огромный Пойдём посмотрим поближе Давай запустим его Это красивая вещь С художественной и статической точки зрения это нечто прекрасное Навевает воспоминания Это мечта Леонардо о полёте Построив это, ребята сделали маленькое чудо Эй, Хуан Джонатан Пивзнер, рад знакомству Леонар наш лётный эксперт Красиво, очень красиво Произведение искусства Я ожидал нечто подобное Похоже на скульптуру, а если она ещё полетит, это будет невероятно Ведь уже как произведение искусства аппарат очень хороший Интересно, насколько он работоспособен Сможет ли он взлететь? Он? В такой форме я сильно в этом сомневаюсь Лучшее, что мы можем, это раскрутить её посильнее и посмотреть, что будет Конечно Итак, Дог, давай небольшой ликбез Естественно, что мы не сможем вращать лопы с нужной скоростью Ты можешь верить тут специальные моторы и колёсики Я сейчас всё объясню У нас есть регулятор скорости и четыре мотора на батарее Мы сможем вращать винт, не находясь на нём Вручную без моторов вращать можно? Конечно Просто чтобы почувствовать, каково это Сейчас ты и попробуй шагай, встань на чёрную панель Я встал в центр аппарата с ещё тремя панель Давай немного поворащаем, потому что скоро голова закружится И мы вчетвером начали вращаться Готов к запуску? Готов? Не упадем Очевидно, что это задумка Леонардо и его манускриптов Это то, что нужно было делать, чтобы запустить аппарат Для меня это был особый момент Я это изучал Я люблю Леонардо Давайте скорее Вот мы здесь и пытаемся запустить винт Это великолепно Вы сейчас делаете примерно 20 оборотов в минуту Он не полетел, а кое-кого из нас закружилась голова И началась тошнота от бега по тесному кругу Меня это не затронуло, и я был слишком увлечён и лишь думал Мы действительно пробуем сделать это Представьте себе, что Леонардо да Винчи ещё и бомбы изобрёл Следующий шаг в попытке запуска — это попытка приладить мотор, чтобы винт стал Крутиться быстрее, подъёмная тяга усилилась Эти тросики здесь для безопасности, потому что если один из этих канатов оборвётся, то может запросто ударить лицо Это интересно, что Леонардо и сам пришёл к выводу, что мускульной силы будет недостаточно Готовы? Итак, парни Всё внимание Не спать Он стал вставлять пружины и другие устройства в другие свои вертолёты Это сходится с тем, что он не добился результата Я чувствую ветер Это как раз от винта 75% Ну же, продолжай Вот и всё на полную Может, тогда хватит? Отпускаем Все готовимся отпускать Раз, два, три Ничего Посмотрите на тросы Как разболтало Да, они растянуты Идея того, что эта штука вот так просто взлетит, была из тех, которые всё равно никто полностью не верил Если бы он и раньше летал, то у меня бы такой точечник Жутковат, на самом деле Да, немного страшновато, но мы так и не добились нужной тяги Что ещё можно сделать, чтобы он полетел, учитывая этот опыт? Я думаю, нам стоит разработать план Либо сделать аппарат легче, либо заставить его вращаться быстрее Нам нужно придумать самое логичное усовершенствование, чтобы поднять это в воздух А это непростой вопрос Лучшее, что мы могли сделать, это по часа в голову вернуться к исходным наброскам И подумать, что бы мы могли сделать для усовершенствования Чтобы аппарат, наконец, взлетел Смотрите далее Скоро уже закат Время уходит, и команда в спешке дорабатывает проект Сможет ли революционное изобретение Леонардо взлететь? Или навсегда останется на земле? Основание поехало Аппараты да Винчи Есть пара идей, как можно доработать воздушный винт да Винчи Можно использовать поперечные швы, чтобы придать винт в аэродинамике Можно попросту снять центральные секции, и тогда получится отдельные лопасти Это всё несложно Не вижу причин, почему бы нам не попробовать С тех пор, как доктор Пивзнер приехал, у нас не осталось времени на эксперимент А эта идея оказалась слегка уполнимой У нас есть инструменты, нам лишь нужно срезать несколько секций И чуть выгнуть остальные Установить всё снова и, надеюсь, при должной удаче нам удастся поднять аппарат воздушным Попробуем? Пошли Сделаем это Сперва мы просто вырежем промежуточные куски, оставляя большие лопасти целыми Потом перетянем некоторые кабели, чтобы изменить угол Это немного другое Мы начинали работать прямо по манускриптам да Винчи Но так как идея не сработала, парни решили попробовать несколько модификаций Так что внешний аппарат уже не так красив Но выглядит как продолжение идеи, а это то, что нам нужно Посмотрим, что получится Спасибо, Хуану, за такую быструю работу, мы управились его за час Это так Выглядит уже не так красиво Это да, уже не так изящно, как раньше Да уж не так Но с точки зрения летательного аппарата, выглядит очень красиво Намного лучше Вы что, готовы? Запускай Занимайте позиции, господа Пусть уже эта штуковина полетит Если кто-то закричит, бегите, бегите Доктор Пивзнер, вы будете наблюдать, если есть какая-то тяга Я дам вам знать Ладно, парни, все готовы? Какой у нас ветер? Да запускай эту малышку Ветер, кажется, хороший, начинаем взлет Следите за тросами, смотрите, чтобы ничего не запуталось Перевнимание Если в твою сторону полетит, то тебя по лицу греет 50% Быстрее можешь? 67% Ну же, взлетай, давай Я будто огромную рыбину поймал Вот так, кажется, получается Отпускаем и посмотрим Раз Два Три Должен сказать, что ветер чувствуется, но подъема никакого Основание повернуло сантиметров на 30, наверное Всего-то Это из-за вибрации, скорее всего Куан предположил, что основание провернуло Что аппарат едва не взлетел Все пошло прах Давайте, у нас есть шанс, попробуем Четверт мощности 60% быстро Основа движется К платформа двигается Все, что есть Раз Два Три Вперед Ну, если это все Может, прокатимся тут? Это то, что он, наверное, испытывал Он был близко Только он не знал, удастся ли все в итоге А мы знали, что мы были близко И могли достичь успеха Я расстроен, но это очень показательный опыт Ведь Леонардо нарисовал около 500 рисунков Связанных с полетом, летательными машинами и птицами Он очень этого хотел И расстраивался после каждой попытки Это очень показательный Почувствуй боль Леонардо Я был расстроен из-за неудачи Все же абсолютно счастливы Это успех Успех был не в том, чтобы поднять аппарат в воздух Суть была в том, чтобы понять душу Леонардо Это было весело В конце я забрался в саму машину Мне хотелось испытать приключения И почувствовать, будто я действительно лечу И я почти летел Очень радовался, что мне удалось испытать подобное Я знал, что в итоге я не взлечу и не буду парить Но мне захотелось испытать чувства Леонардо Ведь никто не испытывал подобного за последние 500 лет Это просто невероятно Я абсолютно счастлив Я веселился, словно ребенок Это нечто, что он изучал всю свою жизнь Вот оно передо мной в полный рост Я могу потрогать его Почувствовать Для меня это бесценна Все молодцы Мы отлично поработали Да Винчи бы нами гордился Хотя может он и смеется Вы сделали все неправильно Совсем не так Нужно было вот так И тогда бы заработало Это было круто Мы будто Побывали в том времени Это круто Все равно это впечатляет Мы воссоздали воздушный виндович Его не летал, наш тоже Он бы нами гордился Пойдем, было здорово Мы сделали это Нет успеха без провалов Конечно нет Док, ты прям как маленький ребенок О, мой гуднес